Старые дороги и новые штрафы. Изменения в дорожном законодательстве для белорусских водителей действуют уже неделю. Нововведения касаются самых проблемных вопросов. Например, ответственности за нарушение правил остановки и стоянки на основании фотофиксации. На специальный автомобиль будет установлена камера, которая будет работать в автоматическом режиме. Она будет фиксировать все нарушения правил парковки и в автоматическом режиме будет информация передаваться для обработки в Центр фотофиксации правонарушений. Штраф будет приходить собственнику транспортного средства. Фотопатруль на улицах города начнет появляться в ближайшее время. За нарушение отмене штрафуют не только водители, но и владельцы авто. Отдельный штраф появился и за неправомерную парковку на месте для инвалидов. Кроме того, опасаться камер стоит любителям превысить скорость. Штраф, прописанный в письме счастья, зависит от показаний спидометра. После вступления в силу об изменениях ответственности за нарушение правил дорожного движения, значит, за превышение скорости движения еще появились 4 дополнительные части. Это 5, 6, 7, 8. Эти части статей распространяются на нарушения зафиксированными камерами в автоматическом режиме. И будут приходить штрафы прямо на домой, скажем так, владельцу, собственнику транспортного средства. Штраф будет варьироваться от 75 тысяч на сегодняшний день до 900 тысяч. Ударить по водительскому карману может и непройденный вовремя техосмотр. Причем для этого правонарушения сегодня действует принцип повторности. За непройденный техосмотр на сегодняшний день штраф составляет минимальный, одна базовая. Повторно в течение года штраф будет составлять от 2 до 5 базовых величин. То же самое за нарушение правил регистрации. У любителей экстремально быстрой езды есть еще один повод задуматься. Своя градация появилась в линейке штрафов за погоню. В статье 18.21 сделали три части. Первая часть это не остановка сотруднику милиции. Вторая часть это неоднократная не остановка. А третья часть это преследование. Это подразумевает, когда действия сотрудника направлены на именно преследование лица, который не выполнил неоднократные законные требования работника милиции об остановке. За это предусмотрено лишение до 2 лет со штрафом. Сможет ли новое законодательство снизить количество ДТП и улучшить ситуацию на дорогах покажет время. Но то, что желающих пролететь с ветерком или припарковаться там где получится станет меньше, это очевидно. Ведь наказание рублем всегда было одной из самых действенных мер.